Кто как хочет, так и строит. Сколько можно? Хрен его знает уже! Что ж вы крадете из-под тяжка? Привет, это я, Андрей Богданович. Каждую неделю я просматривал Кировоградский интернет и комментировал то, что мне понравилось или не понравилось. И, конечно же, это моя личная точка зрения, и это дисклеймер. На этой неделе Лесопарковую деребанят, щепки летят, на кладбище хотят построить отель. Кировоградский облсовет нарушил закон, как изменить к лучшему систему пассажирского транспорта в Кропивницком. Очередной глава Кировоградской облгосадминистрации хочет возродить аэропорт. Ну и Александрия решила стать конкурентом Дендропарку. Скандал вокруг Лесопарковой продолжается. Ну а почему бы ему не продолжаться, если фундамент для всех скандалов был положен больше 10 лет назад, и его основатели, этого деребана, до сих пор сидят в Горсовете? Вот как поставил свою подпись Табалов под смертельным решением для Лесопарковой, так и началось. Кто как хочет, так и строит. Ситуация с озером Кошачий глаз продолжает быть напряженной. Активистка Надежда Полывода продолжает бить в колокола общественного внимания. На этой неделе она вместе с журналистами была на месте будущего строительства этого отеля. И да, такие отели хотят построить на болоте практически, именно в месте, где протекает маленькая речка. Это практически единственная артерия для озера Кошачий глаз. Без нее озеро высохнет. Земельные делянки у цей зоні были нарязаны еще в 2000-х годах и мают своих властников, говорили в Министерской раде. Тож заборонить людям распоряджаться своим майном не мают права. Эти земельные делянки были выделены в 2010-м году под индивидуальное житловое строительство. Трех человек. Яремчук, Барский и Рибченко. Все эти люди имели право властности на земельную делянку. Эти земельные делянки были объединены. И, по всей видимости, проданы или каким-то образом, они получили гринотель. Эти земельные делянки были выделены. В супереч генеральному плану, который был разработан в 2000-м году. Аби не допустить строительство в зеленой зоне, эко-активистка Надія Паливода наразі збирає підписи кропивничан під зверненням. Его вона планує передати на розгляд міському голові Андрію Райковичу. Впрочем, управлению городського управлению градостроительства і архітектурою пофиг. Хоть сси в глаза, ему божья роса. Управление выдало разрешение на строительство отеля. Но меня где-то утешает, в управлении архітектурою сидят просто любители Стивена Кинга и его страшилок. Они явно читали и смотрели его кладбище домашних животных. Ну и решили построить туристический бизнес на Кировоградщине. Так сказать, именно реализовать гениальную идею. Вот построить отель на кладбище. На кладбище домашних животных. Ого! Какой большой дом! Да, а еще нам принадлежит часть леса. Эти леса... Особое место. Именно на этом месте, возле озера Кошачий глаз, ее расположено это кладбище домашних животных. Другого места почему-то для отеля не нашлось. Городские депутаты, кстати, всех каденций истребляют лесопарковую как-то трусливо. Сколько можно? Ну неужели думаете, что никому неизвестно в городе, что практически все из вас имеют интерес в этой лесопарковой? Что ж вы крадете из-под тишка? Да распилите эту лесопарковую окончательно. Постройте там жилищный комплекс лесопарковый и живите в нем счастливо, вспоминая, как наебали всех горожан. Но вы так не можете. Вы же понемножку на полшишечки крадете. Вам стыдно украсть все и сразу. Вам надо тайно и тихо, чтобы все молчали. Так что да, дерибаньте и стройте отели в лесопарковой зоне на костях домашних животных. Реализовывайте свои детские психологические травмы. В сравнении с дерибаном лесопарковой, то, что Кировоградский облсовет нарушил закон, это так вообще ни о чем. Журналист Павел Лесниченко отправил журналистский запрос, чтобы выяснить, сколько Кировоградский облсовет хочет потратить наших с вами денег на освещение своей деятельности. Деятельность облсовета. То есть на пиар. То есть на рассказы о том, какие там все белые пушистые. Письмо, этот запрос облсовет получил, но проигнорил. Ну типа у нас вот президент может игнорить беспредел судей, например. А мы же журналиста какого-то не проигнорируем. Такое поведение облсовета это административное правонарушение статья 212-3 Кодекса Украины правонарушения. Павел Лесниченко передал информацию уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека в Кировоградской области. Звучит правда, да, право человека в Кировоградской области. И будет, конечно, смешно, если Павла Лесниченко и там проигнорят. Они опять хотят это сделать. Андрей Назаренко решил запустить Кировоградский аэропорт. Что? Опять? Но Кировоградский аэропорт он такой. Он из тех вещей, за которыми, как в поговорке, можно наблюдать вечно. Десять лет назад Иларин запускал аэропорт. Мало того, Янукович приезжал и открыл международный терминал аэропорта. Кировоградского, между прочим. Но сказать, открыть, этого мало. Надо его реально запустить. А для того, чтобы взлетали и садились самолеты, нужна правильно взлетная полоса. И не простая, а особая протяженность. И хотя бы 2100 метров. А лучше 2,5 километра. Назаренко, конечно, правильно говорит. Инвесторы первое, что спрашивают. Аэропорт есть? Конечно, есть. Только вот полосу разворовали. Последний раз, вот совсем недавно, кстати, при власти, при нынешнем президенте, при бывшем, правда, губернаторе Болоне. Было бы логично этой власти вернуть то, что украли при своих же. Что касается меня, я не верю, что аэропорт заработает с регулярными рейсами. Вот автобусный автолюкс сократил количество автобусов на Кропивницкий и из Кропивницкого. А вы говорите, самолеты, аэропорт. Как улучшить ситуацию с маршрутками в Кропивницком? Хрен его знают уже. Но, хорошее интервью я прочитал на портале Себиен, Центрального бюро новостей, с Олегом Плоховым. Это бывший директор Елистеринградской транспортной компании. Так вот, он размышляет о том, что и как нужно сделать в транспортной системе города, и почему сейчас там такая полная жопа. Плохов вспоминает, что когда-то маршрутки, оказывается, были лишь дополнением, а не заменой троллейбусом и автобусом. И так и должно быть. Он говорит о том, что у нас куча маршрутов дублируют один на одного, и что было бы невыгодно, то никто бы тут не возил бы народ. И о том, что маршруты держат миллионеры. И то, что заработок и вся схема маршруточная даже не серая, она черная. Я даже заинтересовался, почему Плохов сейчас не имеет отношения к раконистскому транспорту. Правильная же вещь говорит. В общем, зайдите на сайт Себиен, прочтите интервью и напишите, согласны ли вы с мнением Плохова. Кстати, а не пригласить ли его, этого Плохова, в Александрию? Там как раз организовывают коммунальную транспортную компанию. Глядишь, и ток будет. Ну а в Александрии просто праздник какой-то. Они бросили вызов самому Дендропарку. В парке Шевченко будет высажено к Пасхе 10 тысяч цветов. Не миллион тюльпанов. Ну это же только начало. Зато в Дендропарке нет пляжа, который появится в парке Шевченко. Там, кстати, еще будет летний кинотеатр, фонтан и детская площадка. Ну чем не конкурент Дендропарку по развлечениям? Ну и кинотеатр в Александрии закончили реставрировать. Теперь осталось завести аппаратуру, и большое кино, так сказать, вернется в Александрию. Правда, карантин же еще. Но, думаю, братья Люмьер были бы рады, что в 21 веке кинематограф таки дошел до Александрии. И на этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще. А я и мой погляд уходим в творческий отпуск, насколько не знаю. Три года выходил погляд Андрея Богдановича, и настало время выдохнуть и заняться другими проектами. Но это не означает, что мы с вами прощаемся. Пока. Так что? Значит, больше мы никогда не встретимся вместе? Встретимся, друзья мои. Обязательно встретимся.